МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обсудим положение дел в военных городках Кубинки. В нашей студии член общественной палаты муниципалитета Ирина Фирага, консультант-эксперт Надежда Николаевна Щеблыкина и уполномоченный нового городка Елена Викторовна Котова. Здравствуйте. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в режиме прямого эфира. Если вам есть что сказать по теме сегодняшней программы, звоните 8-495-508-86-84. Елена Викторовна, о проблемах нового городка вы писали в различные инстанции, в том числе и губернатору Московской области. На что в своих обращениях жаловали? Что сейчас беспокоит жители поселения? Дело в том, что история нашего поселка Нового городка уходит в свою историю глубоко корнями. Уже два с половиной года мы являемся не просто военным городком, а городком, который передали в муниципальную собственность. И в самом начале, в мае 2016 года у нас была утверждена дорожная карта по всем проблемам, которые были на тот момент. Она была составлена, утверждена, одобрена, обсуждена, доведена до жителей. И все жители в курсе, что у нас должно было быть и как должно это было происходить. К сожалению, мы очень красиво, энергично начали, но потом... Что должно было быть? Давайте поясним, чтобы зрители тоже понимали. Что должно было быть? Все прекрасно понимают, что военные городки у нас находятся практически в одной стадии. А это значит отсутствие дорог практически всех. Там и дороги, и направления во всех городках, в том числе и в Новом городке. Это проблема гарнизонного дома офицеров, который должен был перейти в статус Дома культуры. Это проблема отсутствия детского садика, который на сегодняшний день до сих пор находится у нас в жилом доме в двух-трехкомнатных квартирах. Это проблема досуга, это проблема отсутствия доступной среды, это отсутствие амбулатории. То есть все это было зафиксировано, и все было это отмечено, что надо сделать. Что на данный момент имеем? На данный момент мы имеем практически отремонтированную амбулаторию, которая должна открыться, намечена на 11 декабря. Но это тоже все не просто так, не просто такой итог. Благоустроено у нас шесть придомовых территорий. На сегодняшний день в разгаре ремонт дорог, капитальный причем, не ямочный, а капитальный. Ну и пока что все. Но тут, наверное, стоит отметить, новый городок был передан на баланс муниципалитета, а Надежда Николаевна к нам приехала из Кубинки. Как обстоят дела там? Сколько городков передано, сколько не передано? Рассказывайте. Практически из пяти городков, военных городков Кубинки, до конца не передан ни один. Переданы в каждом городке отдельные здания или квартиры, в некоторых городках уличные сети освещения. Больше ничего не передано. Вы приехали из Кубинки-8. Вот как там обстоят дела? В Кубинке-8 городок сравнительно молодой. Заселили его в 1995 году. На данный момент самые главные проблемы – это уличное освещение, которое отсутствует с 1 мая этого года. Сейчас стоит вопрос о передаче его муниципалитету. И дороги, которые в 2015 году начался ремонт, но произведен где-то процентов на 15, и так и закончен. За эти три года, естественно, продолжает все разрушаться, и дороги в ужасном состоянии. Вот Кубинка-8 и остальные четыре военных городка – одинаковое примерно состояние? Нет. В других четырех военных городках, так как они более старые, некоторые еще до военной постройки, там состояние еще хуже. С дорогами проблемы – это практически везде. в городке Кубинка-1 дома 32-го года постройки, практически в аварийном состоянии, неизвестно, что с ними будет дальше. Инженерные сети везде изношены. И они не ремонтируются, да, соответственно? Они не ремонтируются, и там практически капитально, наверное, даже перекладывать нужно сети. Допустим, в городке Кубинка-10 котельная в аварийном состоянии, даже был введен режим чрезвычайной ситуации. И сейчас, после долгих, так сказать, переписок с Министерством обороны, ее наконец-то передали муниципалитету. Теперь хотя бы отопление будет у жителей. Да. Люди надеются, что эту зиму они переживут. Ирина Владимировна, вы давно занимаетесь военными городками. Вот за последние два с половиной года какую тенденцию видите? Видите, меняется что-то к лучшему? Или вот буксует на месте? С апреля 2016 года, как сказала Елена Викторовна, у нас должны были быть переданы все городки. Были сделаны дорожные карты по каждому городку. Но практически ни на одном городке не было передано полностью, чтобы можно было чем-то заниматься. В итоге один новый городок практически передан. И то, по-моему, не до конца. Ну вот там есть моменты, которые почему-то... Это очень даже интересно. Почему так? Наверное, не торопятся. Потому что документально вроде передали все на словах, а документально ничего не передано. А Министерство обороны как-то свою позицию объясняет? Почему, вот скажу грубо, и сам не ам, и другим не дам? Ну, я думаю, эти вопросы, наверное, решаемы будут. По какой причине, никто не знает. Сначала вроде согласны были, потом не получалось ничего. В итоге хотя бы один городок двинулся с места. И благодаря Елене Викторовне, ее усилиям, ее твердости характера. Ну, на городке вот сейчас, за последнее время, у меня просто живет дочь на городке с семьей. Вы знаете, я не узнала городок. Все, ведутся везде работы. Ну, конечно, у нас дом культурный, дом офицеров. ГДО пока еще не в том состоянии, которым должен быть. Но уже кроли домов меняются, дороги, площадки, доступная среда по чуть-чуть. Значит, чтобы удобно было для жителей, сделаны очень хорошие газоны. Но городок, правда, не узнать. Но, конечно, раз идут ремонтные работы, то понятно, что пока порядка целого не видно. Дорога ремонтируется. Но там других много вопросов, которые, наверное, в ближайшее время все решатся. Вот давайте, наверное, мы поговорим о них по порядку. Недавно в Новом городке была большая инспекция, была там и съемочная группа ОТВ. И местные жители, вот, наверное, нам обозначили такие две центральные проблемы. Это амбулатория и школа. Наверное, стоит начать с образования. Есть в Новом городке клуб «Искатель», в котором располагались кружки, но который был недавно закрыт. Вот подробнее о проблеме наш материал. В клубе «Искатель» работали 8 детских кружков и секций, в которых занимались 240 детей. Но обследование, проведенное после передачи здания на баланс муниципалитета, показало, находиться в нем детям небезопасно. Теперь дополнительное образование юные жители поселка получают в соседних населенных пунктах. В этом году в Новогородковской школе планировался капитальный ремонт, который должен был завершиться до конца года. Но в ходе обследования выяснилось, работы предстоят серьезнее, чем предполагалось. Были выявлены серьезные технические проблемы и нарушения. Объект находится в аварийном состоянии. На капремонт запрошено доп. финансирование в правительстве. Всего на работу необходимо. Порядка 280-300 миллионов рублей. Не устраивает нас срок в два года. Будем сокращать все бюрократические препоны и пробежки по проектно-изыскательским работам, чтобы запустить сюда детей. Потому что детей и родительные, безусловно, неудобства серьезные. Приходится ездить в другие учебные заведения. На это уходит по 30-40 минут. И родители переживают. И возвращаются дети поздно на автобусах. Елена Викторовна, по части кружков родителям приходится самостоятельно транспортную проблему решать. В школу детей возят на автобусах. А вот встреча детей с родителями происходит весьма интересно с фонариками в руках. Почему родители ходят? Вот тут как раз тот самый интересный момент, когда что-то передали, а что-то не передали. Дело в том, что, понимаете, все проблемы, все вопросы, которые возникли на сегодняшний день, во многом они возникли потому, что местная власть, в нашем конкретном случае сельского поселения Никольское, не слышит нас, жителей, и в какой-то степени даже не интересуется этими проблемами. То, что у нас проблемы освещения во всех военных городках, да, это везде есть. Но дело в том, что у нас доходит до абсурда, когда наших детей забирают в школьные автобусы. Да, они действительно все оборудовано, они правильно перевозят детей. К ним претензий нет. Но та остановка, которая находится у нас на центральной площади городка, я неоднократно обращалась к начальнику управления образования Балякову Алексею Викторовичу. Писали родители на добродел. То есть куда мы только не стучались, куда мы не обращались. Здесь центральная площадь находится на центральной дороге. Основной транспортный поток идет именно по этой дороге. По ней едут не только жители на своем транспорте, но и приезжие люди, которые не знают о наших проблемах и не знают, что дети могут выскочить из любого поворота. Школе хочется сказать спасибо за то, что они постоянно проводят беседы с детьми, все-таки напоминают, учат, рассказывают, в какой-то степени заставляют соблюдать правила. Но почему чиновники не могут по правилам, по ГОСТам оформить стоянку? Мало того, что в вечернее время, а сейчас это темнеет, порядка 17 часов. А зима еще раньше. Да, дети, которые приезжают у нас во вторую смену. То есть я всем сфотографировала и показала представителям администрации, что освещение только от школьного автобуса и от тех фонариков, с которыми стоят родители. Да, даже в светлое время суток любой ребенок может выскочить на проезжую часть. Водитель не видит ни информационных знаков, что нет искусственных неровностей. Почему надо всегда что-то сделать только тогда, когда произойдет беда? Но ведь можно как-то рассчитать, просчитать это. Будем надеяться, что беда все-таки в данной ситуации не произойдет? Ну, я хочу сказать, во-первых, большое спасибо Андрею Робертовичу, что он отреагировал не просто в срочном порядке на мое обращение, на мое письмо. Вот сегодня на эту встречу я приехала еще с одной встречи. У Андрея Робертовича появился заместитель по культуре его, это переверзла Валентина Викторовна. Вот такой чиновник в хорошем смысле слова, вот человек-батарейка, человек-энерджайзер, то есть послушав, как она общается с нашими чиновниками, вопрос и конкретный ответ, я думаю, что в культуре у нас однозначно будет порядок, и это будет очень хороший помощник для Андрея Робертовича. И я надеюсь, Андрей Робертович обещал, родители все слышали, что в течение этой недели стоянка будет не только освещена, но и оформлена по правилам, чтобы об этом видели, эту информацию видели и водители, и, соответственно, дети как-то вот ждали, что их не переедут. И самое главное, что поставили какой-то павильон, потому что ждать автобусы, хотя они, правда, всегда в основном стоят, но все равно всякое может случиться. Детки собираются, ждут друг друга, хотя бы был павильон, потому что зима не с горами. Надежда Николаевна, в данной ситуации городок передали на баланс муниципалитета, а опоры освещения Министерства обороны, видимо, забыла передать. В кубинских военных городках подобные ситуации наблюдаются, ведь Министерство обороны грешит и тем, что помещение передает, коммуникации себе почему-то оставляет. Конкретно в Кубинке 8 уличное освещение не передано, и дошло до такой ситуации, что на прошлой неделе недалеко от школы была попытка кигнеппинга. Наша администрация приняла решение о том, чтобы в одном из помещений городка расположить подразделение Росгвардии, потому что вечером дети возвращаются из кружков, из каких-то дополнительных занятий, нет освещения. Ведь дети, в принципе, хотят гулять, дышать воздухом. Да, да. Проблема освещения – это проблема всех городков. Это всех городков проблема, да. И в нашей Кубинке недавно я была в военном городке Бутынь, причем в очень темное время суток. Я просто по рассказу водителя понимала, где что там находится. То есть там вообще нет ничего. И парадокс этой ситуации заключается в том, что Министерство обороны, оборонная энергия, не передает фонарные столбы в пользование муниципалов. На примере нового городка мы доходим до абсурда. У нас стоят хорошие столбы, но так как сейчас идет благоустройство, и наш подрядчик Иван Петрович Зинюков, он ставит свои новые столбы. Но, как говорится, на это можно было бы сэкономить деньги, но мы вынуждены, мы хотим света. А с другой стороны пошли жалобы некоторых жителей. Мы до такой степени привыкли жить в темноте, что когда на новой дороге поставили столбы, и они стали светить в окна, они просят выключать их. Спать мешает. Да, мы до такой степени привыкли к ночи, но все-таки надеемся, что когда-то рассвет настонет, и мы будем жить в нормальных условиях. Елена Викторовна, насколько я понимаю, проблемы с помещением возникли не только у тех кружков, которые находились в Искателе, но и у музыкальной школы, и у художественной школы, кажется, тоже. Вот сейчас каким образом этот вопрос решается? Ну, решился этот вопрос сегодня. Достаточно быстро. С пятницы, то есть неделя еще не прошла. По поручению Андрея Робертовича Иванова, все активизировали свою деятельность, причем очень плодотворно активизировали. И вопросы были решены сегодня в течение дня. Отопление в Доме офицеров, правда, мы запускали в течение трех суток. Это было тяжело, но нам повезло. К нам приехали очень хорошие ребята из Одинцовской теплосети. Они не просто молодые, физически здоровые. Они, главное, были с мозгами, разобрались в этой схеме. Было очень тяжело, так как система оказалась размороженная по техническим причинам. Но они запустили. На сегодняшний день есть отопление, проблема решена. И, соответственно, если была решена проблема с отоплением, то мы забрали к себе часть музыкальной школы. Мы предоставили им четыре кабинета. И те кружки, которые были в искателе, они тоже нашли помещение. То есть вот позавчера к нам приезжала Татьяна Викторовна Одинцова, исполняющая обязанности руководителя администрации. Но оказалось, что все можно. Если вот так начали быстро развиваться проблемы, а контакт с местной администрацией появился какой-то? С нашей? С Никольской. Нет. То есть, в принципе, они выводов из этой ситуации никаких не сделали. Они сказали, что у них все хорошо. А вот у жителей, ну, сами вы видели, понимаете. Мы хотим не потому, что вот все и сразу. То есть, если бы жители обладали той информацией, постоянно бы наши руководители шли бы на контакт, и мы видели, что да, мы можем подождать. А когда мы не понимаем, что происходит, уже вплоть до того доходит абсурдная ситуация, что некоторые жители обвиняют меня лично, что я украла из бюджета три миллиарда, и поэтому ничего не происходит. Ну, почему три миллиарда, не знаю, но сумма мне нравится. Цифра красивая. Цифра красивая. И название. Поэтому, если была бы информация, был бы постоянный контакт, то бы не было вот этих обращений, и не было бы каких-то обид высшего, так сказать, руководства. Но все обращения, которые я куда-либо посылала, ну, не хочется думать, что и буду посылать. Нет, не буду. Я думаю, что мы сейчас будем работать в тесном контакте именно с администрацией Денцовского района. То есть, отвлекаться на что-то ненужное, наверное, стоит время терять, потому что итог работы, который проведен был с пятницы. Колоссально. За три дня. Да не просто итог. Понимаете, люди все приходят на праздники, когда видели, что в Доме офицеров горит свет, люди приходили и просто так спрашивали, а правда у вас отопление делают? То есть, вот это, наверное, говорит, прежде всего, о доверии к власти. И когда мы говорили, что да, делают, потому что Андрей Робертович сказал, и все сделали. Ну, наверное, так и надо работать. А я хочу напомнить, что вторая проблема, на которую нам жаловались жители Нового Городка, это затянувшийся ремонт амбулатории. В тот же день глава района вместе с местными жителями помещение амбулатории посетил. И итоги этой проверки в материале. В 2017 году в амбулатории Нового Городка начался ремонт, но уложиться в установленные сроки строителям не удалось. На данный момент готовность медицинского учреждения к открытию 99%. Остается дождаться заказанную мебель и исправить выявленные в ходе инспекции недостатки. По поводу специалистов, все, кто работали, те будут работать. Лаборатория. Однозначно. Лаборатория будет приезжать, уезжать, забор анализа будет осуществлять. Узких специалистов тоже никто не отменял выездную форму работы. После ремонта в медучреждении будут вести прием узкие специалисты, эндокринолог и невролог. Торжественное открытие амбулатории запланировано на 11-12 декабря. Ирина Владимировна, Вы также были на этой инспекции, видели ремонт амбулатории. Ваши впечатления какие? Достойно, по сравнению с тем, что было. Конечно, все сделано. Но есть какие-то недочеты. Обещали все это устранить. Причем глава района, Андрей Рубич, он четко указал на все проблемы. Просто по ступенькам, по покрытию. В общем, вы знаете, я думаю, что все это решится в ближайшее время. Очень хорошо, что теперь анализы будут забирать именно в городке. Не надо никуда ездить людям и детям, потому что там инвалиды и дети. Отдельно сделали вход для детского отделения. Да, но это все устраняемо. Потому что раньше было все в одно окно, что называют. Теперь будет отдельно. Потому что детки, чтобы не цепляли от взрослых инфекции лишние. Ну, конечно, красиво стало. Чисто. Но обещали оборудование хорошее, новое. Поэтому и кабинеты открыть. Я думаю, что жители будут довольны. Елена Викторовна, не объясняли никак строители, откуда у них такая любовь к резиновой крошке? Они там резиновой крошкой, по-моему, облагородили все, что могли облагородить, включая пандус во взрослое отделение. Дело в том, что, понимаете, вот на примере амбулатории, наверное, можно с чистой совестью сказать, что везде должен быть хозяин, который понимает, что надо делать. На первом этапе, когда еще утверждалась проектно-смертная документация, у нас возникли разногласия по поводу обустройства детской площадки на территории амбулатории. Все жители сказали, не надо, потому что через дорогу у нас есть детская площадка. Это, во-первых, ну, это, наверное, даже во-вторых. А, во-первых, когда больной ребенок приходит на детскую площадку сегодня с ветрянкой, то завтра у нас ляжет весь детский сад с этой ветрянкой и школой. Поэтому лучше деньги, которые были выделены на детскую площадку. Жители просили закупку визиографа для стоматологического кабинета. Ну, вот такие недочеты, которые можно было бы сразу учить. Но это, опять же, жители не услышали. В общем-то, все то же самое. К чему я веду наш разговор? Если бы изначально мы очень тесно работали с главным врачом Никольской больницы, с Синюткиным Артемом Владимировичем. И я говорю, когда мы его будем сдавать, я, наверное, буду плакать. Честно говоря, сил уже плакать нету, потому что, причем ни от радости, ни от горя, столько сил было потрачено. И вплоть до того, что когда мы решали, когда будут открывать, нам предлагали открыть прямо в ближайшее время, типа, чтобы удовлетворить вопросы и запросы жителей городка. Не жаловались. Да, чтобы действительно не жаловались, с дальнейшей ротацией оборудования, потому что поставка оборудования должна была произойти, и произойдет, естественно, 25 октября, 25 ноября. Но я имела смелость взять на себе такую ответственность и сказать от имени жителей, что мы подождем до 12 числа, когда будет стоять все оборудование, и перерезав ленточку, когда войдем мы в амбулаторию, я имею в виду население, чтобы каждый человек увидел, что у терапевта свой стул, у эндокринолога свой стул, и что мы их не таскаем из кабинета в кабинет, чтобы сфотографироваться, а чтобы люди увидели итог работы. Да, это было очень тяжело, это было полтора года. Больные люди ездили по округе, а некоторые до сих пор сидят дома и ждут, когда откроется наша амбулатория. Поэтому я считаю, что любой объект, любое дело надо доводить до логического конца, когда будет поставлена точка, и можно сказать, вот это итог работы. И не ждать какой-либо ротации, не ждать, что придет кто-то за нас это сделает. Если мы не будем сами участвовать в процессе управления, то вот, наверное, поэтому у нас и будут амбулатории ремонтироваться по полтора года. И все ошибки, которые были допущены при ремонте амбулатории, они будут учтены, и ремонт дома офицеров, и ремонт искателя, я думаю, уже будет проходить именно в том формате, чтобы слышали жители. Потому что пользователями этим услугам будут именно жители, а не строители, которые сейчас построили и ушли. А нам-то этим пользоваться. А переделывать всегда тяжелее, чем делать с нуля. Надежда Николаевна, мы неоднократно снимали, как ремонтируется помещение амбулаторий в Кубинке. Вроде бы уже все должно было завершить, и жители, по идее, должны уже всем пользоваться. Удовлетворяет ли их качество медуслуг? Дело в том, что там связано с передачей подвала. Вот там очень интересная ситуация. Помещение передали, а подвал не передали. Да, я помню. Поэтому пока говорить рано. Я еще хочу сказать о том, что в Кубинке-8 есть военная поликлиника, но дело в том, что не все категории могут ею пользоваться. Поэтому им приходится обращаться в поликлинику городскую города Кубинки, которая расположена, занимает первый этаж жилого дома. Да, она недавно была отремонтирована, как бы все хорошо, но есть такие нюансы, что после ремонта, в связи с тем, что она в жилом доме, там запретили размещать рентген-кабинет, поэтому людям приходится ездить в Никольскую больницу, что не очень удобно. То есть с медицинским обеспечением... Тоже не так хорошо, как хотелось. Да. Ирина Владимировна, часто жители военных городков Кубинки-Никольска жалуются на сложности с транспортом. Мы уже говорим, приходится ездить на кружки, приходится ездить в амбулатории за медицинскими услугами. Ну, вы знаете, как-то жалуются нам тихонечко, в основном эти все жалобы, я так понимаю, выслушивает Елена Викторовна, потому что проблема вот Кубинки-8, да, действительно, потому что если ехать в Никольскую больницу, это переезжаем через переезд обязательно. Это бывает, что и 40 минут стоим на одну сторону. И если перейти на ту сторону, пересесть на другой автобус, чтобы не стоять на переезде, то это получается очень большой пролет через железнодорожные пути. И плюс траты дополнительные. Да, и это совсем неудобно жителям. Ну, наверное, решиться когда-то вопросы. Вообще, должно быть у каждого городка своя амбулатория, если уж нет поликлиники, то хотя бы амбулатория, чтобы ни пожилым людям, ни с детьми, и чтобы вот это вот мытарство через такие расстояния, это, конечно, очень неудобно. Ну, а потом еще ведь Никольская поликлиника тоже, там же жители и своего городка больше всего получается наплыв с других городков. Естественно, что и для врачей нагрузка большая, и очередь для людей огромная. Ну, а как? Только вот так. Записаться, конечно, очень сложно. Если вот начинаешь звонить, нет талонов, нет талонов на такое-то время. Вот это, наверное, из-за того, что все сливается в одну точку, а не на каждом городке. К сожалению. Прежде чем перейти к обсуждению следующей темы, я предлагаю подвести такой своеобразный итог инспекции, которая была в пятницу. Давайте посмотрим. После коммунальной аварии бывший дом офицеров нового городка был отрезан от теплоснабжения. Концертный зал закрыли из-за опасности обрушения потолка. А библиотека продолжает работать. Но скоро зима, поэтому встает вопрос о ее переезде в Шарапово. Местные жители с этим категорически не согласны, ведь этот объект на данный момент едва ли не единственное учреждение культуры в поселке. А библиотеку зачем особо вывозить сейчас? Подайте тепло локально туда, на это помещение. Здесь отрежьте от зала, закройте это помещение, а в той части тепло оставьте. До вашего прихода здесь как-то тепло было и функционировало ли это. Глава Денцовского района Андрей Иванов дал поручение руководителю Одинцовской теплосети в кратчайшие сроки провести обследование коммуникаций и возобновить отопление той части здания, в которой находится библиотека. Елена Викторовна, мы с вами уже эту ситуацию немножко обсудили, отопление дали, библиотека остается в помещении бывшего дома офицеров, правильно? Да. И кружки теперь, слава богу, тоже там могут располагаться. Кружки там, музыкальная школа там, то есть проблема была решена в течение 24 часов, я имею в виду в приказном порядке, это была приказная часть, так сказать, исполнение немножечко разодвинуло эти сроки, но так и должно было быть. Вот. Ну, все выполнимо, все решаемо, но мы потратили на это два с половиной года. Только куча нервов. Без движения. Да. Татьяна Николаевна, вот для жителей Кубинки, в первую очередь, вы представляете здесь их интересы, что нужно сделать, как вы считаете? Чтобы они тоже могли немножко выдохнуть и сказать, ну вот, слава богу, началось. Я думаю, что в первую очередь форсировать передачу военных городков муниципалитету, чтобы люди не оставались как бы в подвешенном состоянии, когда Министерство обороны от них практически отказалось, а муниципалитет не может ими заниматься. То есть сейчас это первая задача? И ссылается на то, что вы, Министерство обороны, бюджетные деньги на вас... Не целевое расходование средств. Не целевое расходование, да. А есть какая-то информация, может быть, в какие сроки ожидается эта передача? Планируется ли вообще эта передача? Информации такой нет. И самое главное, что очень мало информации поступает даже из нашей администрации. То есть проблема та же самая? Контакта? Да, контакта нет. Дело в том, что городок Кубинка-10 в перечень передаваемых городков был включен в числе первых в 2013 году. То есть пять лет он уже в подвешенном состоянии. Вот сейчас, в марте этого года есть приказ, подписан заместителем министра обороны о передаче жилого фонда по улице Армейской. Движений пока никаких не наблюдаются со стороны администрации. Ирина Владимировна, будете продолжать контролировать ситуацию в новом городке, на Кубинке? Я думаю, общими силами будем добиваться, чтобы все военные городки были переданы. Но все зависит, конечно, от Министерства обороны. Ну, а я хочу, в свою очередь, пожелать сил и терпения вот таким активным местным жителям, которые, несмотря на то, что они вообще-то работают, и у них есть свои дела, свои семьи, и они, тем не менее, занимаются еще и вот такой общественной нагрузкой. Порой очень неблагодарное дело, к сожалению. Спасибо. На сегодня у нас все. Спасибо всем, кто провел свое время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Вам спасибо.